Билеты на предстоящую битву нартов можно купить или заработать выносливостью, как это сделали десятки юных спортсменов. Сегодня в магазине в башне Согласия прошел забег. Полтора километра по вертикали на скорость. Все подробности у Зарема Ивлоевой. Дзюдоисты, боксеры, кикбоксеры и борцы. Четыре десятка юных ингушских спортсменов собрались у подножия башни Согласия. Сегодня им предстоит показать свою скорость и выносливость. Они действующие спортсмены. Среди них есть и победители первенства России, и призеры. И естественно они всегда в форме, готовые. У них статус такой. Как и другие виды, по пять спортсменов мы выставили на этот забег, марафон. И там будет видно. Главный приз для трех победителей – билеты на битву нартов, которая состоится 20 сентября в летнем амфитеатре. Молодые спортсмены мечтают попасть на эти бои, поэтому к забегу готовились серьезно. В этом году хочу очень сильно попасть в битву нартов. И из-за этого буду бегать как могу. Участников забега поприветствовал Мурат Измайлов, который будет защищать флаг Ингушетии на битве нартов. Всем удачи. Будьте осторожны. Расстояние немаленькое. Сегодняшний забег довольно необычен, ведь ребятам предстоит преодолеть крутой подъем на перегонке, поднявшись на вершину самой высокой башни Кавказа. Ее высота 100 метров, но длина спирального пандуса внутри башни увеличивает маршрут забега более чем в 10 раз – до полутора километров. Первому покорить сегодня башню согласия удалось мастеру спорта, двукратному призеру СКФО Алихану Шанхоеву. У него ушло на это 14 минут. Алихан впервые видит Ингушетию с такой высоты и говорит, что от такой красоты кружится голова даже у повидавшего виды спортсмена. Нет. Очень. Очень сильно старался, укладывался на полную силу. Теперь одышка еще. Мы особенно качаем ноги, и тем более у нас должен быть бег хороший. Второе и третье место в забеге заняли боксер Магомед Гадоборшев и дзюдоист Адам Пугоев. Свои медали победители получили из рук заслуженного тренера России Руслана Чехкиева и других именитых ингушских спортсменов. Предполагается, что такие забеги смогут стать традиционными. И не только как спортивное состязание, но и как часть пропаганды здорового образа жизни в республике. Зарима Ивлоева, Резван Аушев, Гапурчах, Киев. Новости 24. Зарима Ивлоева, Гапурчах, Киев. Новости 24.